Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях директор Одинцовского центра эстетического воспитания Ирина Николаевна Козлова. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте, Мария Юрьевна. Спасибо, что пригласили. Очень рада видеть вас в нашей студии. Учебный год завершился. Это было непростым, во многом эксклюзивным. Многие формы работы вы вместе с вашими коллегами открыли для себя впервые. И я знаю, что взяли, почерпнули то самое лучшее и нужное, и обязательно будете использовать дальше. Но вот тем не менее, каким был этот год для центра эстетического воспитания? Вы правильно сказали. Он был одновременно и сложным, и интересным. В августе, когда мы только начинали учебный год, мы приняли участие в областном конкурсе по подготовке дистанционных курсов. Это для нас был опыт. Мы готовили 50 программ для того, чтобы областной центр мог их разместить на своих площадках в виде пилотных проектов, чтобы дети всего Подмосковья попробовали, как это обучаться дополнительному образованию дистанционно. И я говорила своим коллегам, что, может быть, это наше будущее. Тогда никто не подозревал, что это будущее наступит так быстро. Так быстро. Да, да. Вы правы. И одно дело подготовить это просто для абстрактных детей, которые зайдут на эту площадку. Не зайдут. Это одно. Но когда ты переходишь в режим дистанционной работы с теми детьми, с которыми ты работал на протяжении уже нескольких лет... Очно. Да. Ты их знаешь, ты их любишь. Ты знаешь их плюсы и минусы. С одной стороны это сложно, с другой стороны это легко. Но так или иначе опыт был для нас богатым. И применять мы его будем. Не в таком, конечно, хотелось бы объеме. Но так или иначе мы берем этот формат в разработку. Что именно удобного, так скажем, для педагогов и для детей вот конкретно в этом формате? Понятно, о минусах можно говорить долго. Все их прекрасно понимают. Это и здоровье, и того, что нет контакта прямого с педагогом, безусловно. Но тем не менее, ведь есть и плюс. Дело в том, что больше не получается попробовать направление. Дело в том, что это времени затрачивается на дистант больше и у ребенка, и у педагога, и тут еще подключаются родители. Особая благодарность именно родителям, потому что без их поддержки, без их стимулирования детей нам было бы гораздо сложнее работать в этом режиме. Потому что на них свалилась школа в режиме дистанта. И после обеда, когда им можно было бы вздохнуть и отдохнуть, тут подходило время занятий наших. И тоже в дистанте. И поэтому у детей практически времени на свободное жизнеощущение уже не оставалось. Но опять же, да, вовлеченность, вот вы сказали родители, она практически была 100%. Может быть, если кто-то из них раньше не так активно погружался в те или иные направления, которыми увлекается их ребенок, то здесь уже, в общем-то, и общение с педагогом в более плотном формате и с ребенком. И то есть вот в этом, ну опять же, мы стали действительно больше ценить это время. И многие говорят о том, и психологи в частности, что как раз-таки и самоизоляция, и пандемия, вот она остановила всех на какой-то момент. И показала, что действительно важно сегодня в нашем мире. Это здоровье, это семья и это твое благополучие вот здесь и сейчас, а не там и фермерное завтра. Тем не менее, продолжались у вас, несмотря на самоизоляцию, несмотря на пандемию, и конкурсы, и ребята активно участвовали в предложенных и марафонах, и фестивалях. Как это было? И, конечно же, давайте подведем, традиционно мы это делаем, подведем черту и назовем, сколько победителей в этом году у АЦЭВа. Да, мы действительно вышли в этом году на для себя очень высокие показатели по участникам в конкурсах. И благодаря, опять же, родительской заинтересованности, то, что педагоги бросали им информацию в общие чаты, и родители принимали эту информацию как свою. И всего того, чего мы, в общем-то, добивались и добиваемся всегда, так называемый триумвират, педагога, родитель, ребенок, только в таком соотношении у ребенка будет складываться ситуация успеха. Вот в данной ситуации мы действительно этого достигли. И надеюсь, что в дальнейшем мы это сохраним. Так вот, если брать по количеству участников во всевозможных конкурсах за последний учебный год, в сравнении с двумя годами ранее, у нас число участников выросло в разы, вы правильно сказали. Два года назад их было всего 875. В этом году 2770. Победители точно так же выросли в количественном соотношении. Если два года назад это было 164 победителя и лауреата, то в этом году 401. В дистанционных вот этих конкурсах, которые, опять же, были открыты и на международных площадках, и на всероссийских, для того, чтобы поддержать наших талантливых детей, были созданы все условия для того, чтобы детки не закисли, чтобы детки не потеряли себя, свое чувство ответственности, свое стремление учиться и показать то, чему они научились. И в этом отношении очень хорошо сработали педагоги, которые искали и находили конкурсы, отправляли информацию родителям. Родители вместе с детьми где-то записывали, где-то фотографировали, монтировали. И, соответственно, отправляли на конкурсы. И победы наши стоят большого труда. Вот как вы считаете, с чем связан такой прирост? Активностью. Тем, что детки, получая определенный опыт, получая определенный навык, хотят поделиться тем, что они умеют. Они хотят показать то, на что они способны. И это очень здорово. Ирина Николаевна, ежегодно на базе Центра эстетического воспитания открывался знаменитый, всеми любимый детский лагерь дневного пребывания. И жизнь в этом лагере была очень насыщенной. И разнообразные экскурсии, и фестивали, и программы. Как осуществляется вот в этом году работа этого лагеря? Работа лагеря осуществляется в режиме онлайн. Каждый день на нашем сайте открывается новая афиша, где есть ссылки на разные мероприятия. Начинается работа в 9 утра с зарядки. Причем зарядки... Режим соблюден. Да, да. Причем зарядки разные. Готовили их наши педагоги, снимали. И, соответственно, администратор сайта выставляет и обновляет. Далее у нас идут и мастер-классы, и конкурсы, викторины. У нас подборка и детских фильмов, детских спектаклей. Подборка и эксклюзивных каких-то экскурсий. Куда дети могут даже просто с родителями в силу того же финансового положения не доехать. Но есть возможность посмотреть, что-то подчеркнуть для себя. Опять же, искать целенаправленно эту информацию в интернете, ну, не каждый будет этим заниматься. А когда у тебя готовая подборка, готовые ссылки, ты можешь зайти, посмотреть и открыть для себя что-то новое. У нас каждый день лагер работает. Он также будет работать весь июнь? Весь июнь, июль и август. До 21 августа в рабочие дни дети заходят и могут для себя что-то открыть новое, почерпнуть, попробовать сделать что-то своими руками. То есть, если раньше лагер работал всего лишь месяц, то в этом году благодаря дистанционному обучению вы можете... Да, мы взяли на себя такую миссию, решили... Опять же, это, наверное, связано прежде всего с запросом, ведь многие остаются этим летом дома. И как занять детей? Совершенно вы правы, да. Это серьезная проблема? Да. Поэтому мы решили, взяли на себя... Я считаю, это очень большой труд педагогов. Ну, во-первых, сформировать эти мастер-классы, снять их, показать так, чтобы ребенку было понятно, как это делать. Сейчас в районе, вот в режиме лагеря июнь у нас работает обратная связь. И можно, если есть вопросы какие-то, что-то непонятно, можно нам написать, и педагог ответит. Июль-август, когда у нас педагоги уйдут в отпуск, мы делаем подборку, ну, немножко попроще. Но, тем не менее, все равно при желании дети заходят и работают. Какие планы строите на будущий год? Каким он будет? Это самый интересный вопрос. Каким он будет, не знает никто. Планов... Покажет время. Да, планов много. Мы очень, конечно, надеемся на то, что мы откроемся в онлайн-режиме, как положено. Все, что мы своих деток увидим и будем иметь возможность с ними работать в режиме реального времени, не в компьютерах. Но, тем не менее, сохраняя вот уже накопленный немножко опыт, мы пришли к выводу, что определенные какие-то темы, какие-то задания мы будем деткам давать в режиме дистанционной работы. Потому что не стоит терять такой опыт. Он дал положительный результат, и он будет это давать. Какие-то уже конкурсы, проекты, на которые пойдут ваши педагоги, отсматриваете, планируете заявляться? Потому что среди ваших сотрудников есть те, кто неоднократно штурмовал не только областные площадки, конкурсные, но, безусловно, и федеральные. Да, дело в том, что, опять же, из-за пандемии сейчас все смещается во временных рамках. Но, так или иначе, профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям» у нас в приоритете. Мы готовим двух педагогов. Не буду сейчас говорить, кто именно. Но мы готовимся к этому, да, потому что нельзя терять уже те пороги, которые мы прошли, и нужно идти к новым вершинам. Только вперед, Ирина Николаевна. Ну и, наверное, самый такой сложный вопрос, который возникает у всех родителей, как будет осуществляться прием в Одинцовский центр эстетического воспитания, примерно, ну, хотя бы ориентировочные сроки, когда родителям стоит заняться этим вопросом. Может быть, сейчас там не стоит пока волноваться, переживать, и как-то суетиться, а отложить это до определенного времени. Сейчас единственное, что можно сделать, чтобы ознакомиться с теми программами, которые будут реализовываться, можно зайти на наш сайт, в раздел «Прием на обучение». Там есть активные ссылки. Сейчас создана новая платформа по Подмосковью всему. Она называется «Навигатор дополнительного образования Подмосковья». И там все образовательные программы, не только Одинцовского района, не только Центра эстетического воспитания, там сейчас и учреждения культуры, и учреждения спорта, и наши коллеги из Венигорода, и Пушкинская школа, и АСЮД, все мы сейчас там. В «Навигаторе». И можно зайти, посмотреть, какие именно программы вам были бы интересны. Там все достаточно просто, сформировано родителям, будет интересно. А уже с 15 августа мы ждем через госуслуги подачи заявлений от родителей на то, что они уже выбрали. То есть не нужно, как раньше, штурмовать двери Центра эстетического воспитания. Сейчас все сделано достаточно комфортно, удобно. Можно и самому ознакомиться с этой информацией, привлечь к этому вопросу, безусловно, и ребенка, и всю семью. Может быть, даже проголосовать. Совершенно согласна. И выбрать то нужное направление. Может быть, не стоит распыляться сразу на все, а действительно, учитывая мнение, в первую очередь, безусловно, ребенка, чтобы это были вот такие же результаты, как у ваших воспитанников, это, безусловно, ребенок должен любить то, чем он занимается. Да, тут я с вами согласна, но день открытых дверей никто не отменял, и мы его проведем. Мы готовим этот формат, потому что, так или иначе, интернет-площадки, это, да, замечательно, родители могут посмотреть, но когда вы приходите, и есть возможность живую пообщаться с педагогом и поставить какие-то нюансы, это новое. Но это, как правило, будет в конце августа. Да, да, это первое. Второе. По поводу того, что не стоит распыляться, здесь я бы с вами немножечко поспорила. Почему? Потому что, если ребенок первый-второй класс, и он еще нигде не занимался, ничего не пробовал, ему трудно определиться в каком-то одном направлении. И наоборот, может быть, имеет смысл пойти и туда, и туда, и туда, а уже потом сориентироваться, что ближе к сердечку, что ближе к душе, что к ногам, к рукам и так далее. И тогда уже останавливаться на чем-то одном и уже двигаться к достижениям. Елена Николаевна, спасибо. Ваши двери открыты всегда и для всех. Новых вам вершин и побед. Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова